Всем привет, друзья! Я наконец-таки получил посылочку с Bricklinka, которая пришла мне из Нидерландов. И сегодня я хочу её распечатать, показать её вам, ну и сказать там парочку словечек. Давайте посмотрим на неё. Кстати говоря, буквально сегодня вышел новый альбом Кендрика Ламара. Советую всем его заценить, он очень клёвый, мне очень сильно понравилось. И сейчас мы можем его слышать на фоне. Один из его треков с этого альбома, который я считаю одним из лучших. Да, кстати, смотрите, прикол. Помните, я вам как-то в одном из блогов показывал, что купил чехол для айфона с Дартом Вейдером? Вот что с ним стало. Вообще, говёные чехлы, короче, не покупайте, они все вот так вот распадаются. Короче говоря, это всё легко стирается. Ужасно, короче. И стоят они, по-моему, то ли 500, то ли 600 рублей, это вообще ужас. Вот. Ну, я как фанат Звёздных войн купился, увидев Дарта Вейдера, сразу же прикупил перед Новым годом. Ну а сейчас, о! Уже выпала деталька. Золотая. Так. О! Детали. Так, тут, по-моему, что-то плохо запечатано. Не знаю. Так. Достаем. Распечатка. Сейчас, по-моему, стрем. О! По-моему, одинок распечатался. Что-то, да, тут много это. Распечатал все пакетик. Так, это всё. Да, ребята, это всё. Вот посылочка. Итак, сначала покажу такие небольшие детальки, которых, ну, маленькое количество. Вот. Первый пакетик. Здесь у меня оружие для Анувы, если я не ошибаюсь. Анува Метру. По-моему, так его зовут. Анева. Анева, по-моему, да. Вот. Я заказал для него оружие, потому что моё оружие всё сломалось. Оно вот так вот выглядит. Я ему его прицеплю. Его у меня не хватало для него. Потом пара белых деталек, это для имперского шаттла лямбды UCS набора. Потому что мне вот этих деталек много не хватало. Но они, скорее всего, у меня есть где-то в моих деталях, но мне лень искать. Поэтому я решил две заказать детальки. Что там, 10 рублей, наверное, всего лишь потратил. А, ещё вот вот эта вот бедненькая деталька. Вот. Потом золотистые детальки для барной стойки. Всякие разные. И вот такая вот арочка для окошечек в Баримосейсли. Вот. Тут ещё золотистые детальки, они выпали из пакетика. Сейчас засыплю. Там всякие трубочки. Вот. Всякие разные. Затем вот такие вот тайлики тёмно-бежевого цвета. Так. Сейчас покажу. Вот они. Это всякие сырки. Вот. Ну, я их просто так взял. Не знаю, понадобятся они мне или нет. Но пусть будет мокрый песок. Я буду делать влага-сборщики. Также на моём моке татуина. И, может быть, там рядом с ними добавлю такого вот мокрого песка. Потому что они же влагу всё равно раздают. Эти аппараты. И рядом будет намокший песок как раз лежать. Затем, ну, давайте закончим с остальными. Для начала. Потом мини-фигурки покажу, которые заказал. Вот здесь куча вот таких вот деталек. Вот эти вот детальки. Они мне нужны. Это будут у меня всякие стены в баре. И, может, в каких-нибудь ещё домиках. Вот здесь ещё такие стены всякие разные. Пластины. Для того, чтобы закончить, наконец-таки, ландшафт. Вот. И всякие ещё интересненькие тоже детали песочного цвета. Вот такого. Вот. Ещё заказал кучу вот таких деталей. Честно говоря, я не помню, для чего я их заказал. Что-то у меня... Что-то я хотел с ними сделать. Я не помню. Это вот такие детали. У меня прямо предназначение для них было какое-то... Ну, я думаю, вы поняли, да? Это кубики с пинами сбоку. Я... Блин, я не помню, зачем я их взял. Ну, ладно. Потом, наверное, вспомню. И остались мини-фигурки. Я заказал четыре мини-фигурки. В основном раритетные. Итак, первое это Драко Малфой из Гарри Поттера. Заказал его мини-фигурку, потому что она мне показалась достаточно дешёвой. У него плащ с звёздочками. Вот. Такая фигурка. Она старая. Затем старая фигурка Энакина Скайуокера в сером шлеме. Это Энакин Малыш из первого эпизода. Есть точно такая же фигурка, только с коричневым шлемом. Но у меня коричневый шлем есть, поэтому я могу, допустим, чередовать, и, по сути, будет то же самое всё. Вот. Следующая фигурка это старый Хан Соло из пустынного Скифа. То ли 99-го года, то ли 2000-го. Такая фигурка. Все эти фигурки стоили что-то около 200-300 рублей. То есть вообще по минимальным ценам. И в хорошем они состоянии более-менее нормальном. И последняя фигурка, которую я заказал, это Бакстер Стокман из Черепашек Ниндзя. Но он тут весь разобранный. С бронёй всякой разной. Вот. Такой вот заказ. Он не очень-то большой. Но вот тут вот достаточно много деталей оказалось. Я думал, что я заказал меньше. И я буду сейчас собирать свой МОК дальше. С последней моей перестройки, которую я вам показывал недавно во влоге, здесь особо ничего не изменилось. Единственное, только я вот пытаюсь закрыть вот эти вот тёмные бежевые пластины. Вот, допустим, вот те вот, видите, которые выходят за пределы бара. Я вам говорил, что я их буду закрывать. И я пытаюсь вот всякими вот тут вот пластинами это всё закрыть, чтобы, ну, всякие неровности песка были. Ну, такой ландшафт, чтобы создавался рельеф. Вот. И сейчас вот тот вот заказ, который я только что распаковал, вам всё показал, пойдёт сюда. Все детали буду тут прикреплять и так далее. Всё устроить, продолжать. И, может быть, уже что-то более-менее клёвое будет получаться. Но прогресс вы увидите уже в следующем видео. Сегодня мне больше вам нечего показывать. И единственное, что я ещё хотел сказать, это то, что я сделаю также ещё пару заказов с Бриклинка, думаю. Мне понравилось туда заказывать. Очень клёвый сайт. И я, по-моему, я вам уже давно обещал сделать гайд по этому сайту и научить вас оттуда заказывать детали, фигурки, наборы и так далее. Так что я об этом тоже не забыл. Я сделаю видео, обучающее на основном канале. Туда выложу. И постараюсь вас научить пользоваться этим крутым сайтом. Приношу свои извинения, что от меня долго не было всяких видосиков на основном канале. Я буду сейчас ими всеми заниматься. И, кстати говоря, сегодня уже вышел Форсаж 8 в кино. Может быть, я даже в этот влог какое-нибудь видео вставлю с походом в кино. Не знаю. Потому что вообще я сегодня должен на него пойти. Вот. Но не знаю, как получится. Если что, то оставляйте свое мнение о фильме в комментариях. Только, пожалуйста, без спойлеров. Но если со спойлерами, то предупреждайте, что они у вас будут в комментарии. Вот. И на этом все. Всем спасибо, друзья, за просмотр. Я начинаю строить дальше мой МОК. И прогресс вы увидите уже в следующем видео. Всем спасибо. С вами был Игорь Левичев. SLM444. Йоу-йоу. Пау. Я сходил на новый Форсаж, но, к сожалению, видео я там не снимал. Не до сеанса, не после сеанса. Потому что я был под впечатлением. Мне очень сильно понравился этот фильм. Реально клевый, прикольный боевичок такой. В духе остальных частей Форсажа. Очень клево. Мне понравился. Лично я вам всем советую сходить на него. Особенно, если вы, ну, залипаете по таким темам. Прикольный фильм.